Симбирск Редкие четырехколесные пленники ютятся вдоль стен площадки, рассчитанной на 70 машин и мест. Это Игорь Косоруков. Перед прессой он представляет интересы ООО «Межрегиональный третейский арбитраж» и напоминает азбуку возврата своего транспортного средства из плена. Порядок таков. Он обращается сначала в ГИБДД по номеру 750509, узнает, эвакуировали его транспортное средство или набирает информационно-справочную службу. Это 245-6007, номер телефона. Ему, соответственно, должны сообщить, эвакуировали его автомобиль или нет. Потом он обращается на Весению-1 для получения документов о возврате ему транспортного средства. Соответственно, он приезжает на специализированную стоянку, где мы сейчас с вами находимся, предоставляет нам документы, подтверждающие право собственности на это транспортное средство и документы, подтверждающие о возврате автомобиля. Ему выдается счет на оплату. Он оплачивает этот счет по безналичному или наличному расчету и уже забирает свое транспортное средство. Установлены тарифы. Это за хранение 2150 рублей. Это за перемещение. А за хранение практически 40 рублей в час. То есть идет почасовая оплата. Пока здесь работает всего два эвакуатора. Почасовая оплата начинается не спустя сутки пребывания на стоянке, а с того момента, когда прибывший на территорию автомобиль коснулся колесами земли штрафстоянки. Расчет фиксируется в журнале. Фиксируется время прибытия, фиксируется время, когда убытие автомобиля отсюда. Как и в любом месте лишения свободы, главное это хоть какой-то комфорт. И здесь он есть. Это возможность оплатить услугу за эвакуацию на месте, наличными или даже по карточке. Несмотря на начало работы и явный голод, до получения средств на окупаемость вложений, Игорь Косоруков говорит за всю Одессу. Зверствовать на дорогах они вроде бы как не собираются. Это не к нам вопрос зверства, это к сотрудникам ГИБДД или ДПС. Городской ГИБДД уточняют особенности взаимодействия с частниками. Сейчас в день заступает 78 постсмен. Каждый наряд может вызвать эвакуатор. Но при условии, что есть техническая возможность у поставщика услуги. То есть эвакуироваться должны лишь злостные нарушители. Значит, инспектор на маршруте патрулирования, принявший решение об эвакуации транспортного средства в соответствии с статьей 27.13 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, то есть делает заявку в диспетчерскую службу данной специализированной станции. То есть специализированная станция, подтверждая, что эвакуатор у них в наличии есть, и они незамедлительно могут выехать, приезжает инспектор, составляет соответствующие документы, и происходит эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку. То есть в первую очередь, конечно, будет это на грубые нарушения ПДД. То есть это остановка в местах, где это будет создавать или угрозу безопасности дорожного движения, или на пешеходных переходах, в местах для инвалидов, где осуществляется несанкционерная стоянка. То есть на это будет в первую очередь обращаться внимание. Как говорят в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, появившуюся компанию можно считать второй попыткой вернуть помощников невнимательным до знаков водителям, временно лишиться своих машин на улицах города. Первая провалилась. Разыгран следующий конкурс. Победила одна из трех заявившихся компаний. Договор с ними заключен на три года. Сходя из опыта работы службы эвакуации в предыдущий период, у нас такого количества перемещаемой техники не планируется. По факту мы сейчас проводили анализ. У нас за первые три дня, по моим данным, 16 машин было эвакуировано. На сегодняшний момент потребность закрывается. При необходимости они гарантируют, что количество техники увеличится в соответствии с потребностью. Городской депутат Виктор Марков, как участник муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения, считает, что новая служба эвакуации, если и должна расширяться, то исключительно для нужд города. Как поступит новая организация, которая выиграла конкурс, говорить об этом пока рано. Если они будут работать так же, примерно, как они начали первые дни, то ничего страшного не будет, я думаю, для города. И они провозгласили, что повальной ликвидации не будет, повальной эвакуации не будет, а будет лишь по заявкам для того автотранспорта, который реально мешает на дороге, будет эвакуация. Если это будет так, я просто им буду аплодировать и радоваться. Но еще раньше весь город оказался в плену временных знаков, регламентирующих парковку на период уборки снега. Многие водители, видимо, еще не знают, что эвакуаторщики опять в городе и продолжают ставить машины под знаком. Но это, скорее всего, происходит по другой причине. Особо остро эта проблема чувствуется на улице Чапаева. Большая четырехполосная дорога практически на всем протяжении получила запрет на парковку по обе стороны. Центр Саратова. Большое количество офисов, магазинов и других рабочих мест. Но теперь с появлением службы эвакуации водители вынуждены искать место для парковки, которое, к сожалению, так и не появилось. При этом особо чистить на улицах этой зимой нечего. Дефицит снега держит уборочную технику в заперти, но при этом глава города уменьшит количество временных знаков, не спешит. Пока не закончилась зима, мы этим заниматься не будем. Та погода, которая в декабре, в январе, мы не знаем, какой у нас будет февраль. Поэтому, когда придут весенние месяцы, конечно, мы к этому вопросу подойдем. В любом случае водителям, эвакуаторщикам и запрещающим знаком сосуществовать все время действия контракта с новой компанией. А это целых три года.